Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Так гласит народная мудрость. Когда человеку не хватает денег, он спешит их одолжить. Только не всегда, даже самый верный товарищ потом их возвращает. Поэтому, когда даешь взаймы, лучше подстраховаться и заключить договор взайма у нотариуса. Нотариус внимательно следит за тем, чтобы деньги были переданы. Деньги могут быть переданы как в присутствии нотариуса до подписания договора взайма, так и где-то там. Главное, что нотариус обязательно спросит у сторон, были ли переданы деньги. И заемщик своей собственной рукой на договоре взайма напишет, что он эти деньги получил. Взять долг по договору взайма можно в любой валюте. Но в документе стоит указать, под процент или берет должник сумму. Если займ, который был предоставлен без уплаты процентов, может быть возвращен досрочно в любое время заемщика, то если займ был предоставлен под проценты, заемщик имеет право досрочно вернуть займ только с согласия займодавца. Если должник оказался недобросовестным, нотариус вынесет исполнительную надпись. Документ поступит на работу и у неплательщика будут высчитывать из зарплаты. В случае, когда сумма очень большая, могут даже арестовать имущество. Но зачастую люди не хотят конфликтов с близкими и дают займы без каких-либо письменных подтверждений. Я считаю, что расписку нужно брать, когда одолживаешь кому-то деньги, особенно крупную сумму денег. Отдолжала только друзьям и знакомым, поэтому там как бы в расписке необходимости не было, все было построено на доверии. Обычно в долг отдаю без расписок, потому что я знаю, что обязательно в порядке отдадут. Дать в долг потерять друга. Кредиторы, получатель, место договора займа могут самостоятельно составить обычную расписку. Желательно, чтобы она была написана рукой берущего в долг. Только с такой незаверенной у нотариуса распиской в случае невозврата средств придется обращаться в суд. Данный документ должен содержать данные о физических лицах, которые являются сторонами данного договора. Далее, место их проживания и паспортные данные, хотя это не является обязательным условием, обязательно сумму денежных средств. Желательно указать ее прописью срок возврата займа, ну и, конечно, подписи таких сторон. Если в договоре займа и расписке не указан срок, должник обязан вернуть деньги в течение 30 дней с момента требования. За просрочку заемщику придется заплатить пеню. Так что всегда вовремя возвращайте деньги, ведь долг платежом красен.